В прошлом году, в августе месяце, мы показывали вам вот на этом месте окулировку роз. В августе месяце мы окулировали розы вот на этой плантации. Здесь розы вьющиеся. Вот первый ряд это красная роза, потом желтая, малиновая, двухцветная розочка, сиреневые дальше там розы есть, все это вьюшки. И чтобы дать возможность им к осени вырасти хорошо, к кусту развиться хорошо, нужно убирать цветы. Вот сейчас как раз она цветет, но цветочки нужно убрать, так как цветы затормаживают рост самого куста. Так, вот срезаю цветочки до развитой почки. Вот так, все цветы убираю. Здесь убираю полностью соцветия. Не даю бутонам этим расти и раскрываться. Обрезку лучше проводить немножко раньше, вот когда только появляется вот такой бутончик. Так как были дожди и нельзя было сюда зайти, так было сыро, вот поэтому уже цветочки появились. Так, здесь уже цвели, уже опоздали немножечко. Ну, срезаем. Так, вот каждая вьющая роза, каждая, вернее, вьющие розы, энергия роста разная. Вот эта двухцветка, видите, она немножко меньше еще кустики. Вот, тем более нужно убирать цветы. А уже давать розочки цвести к концу лета, вот, ближе к осени, вот, чтобы было видно уже, какой цветок на кустике. Вот так, и хорошо подкармливать розу жидкими удобрениями. Перепревшим коровячком можно подсыпать, можно мульчировать и соломкой. Вот эта розочка вьющаяся, нью-дон, очень такая нежная, пахучая. Вот, так, срезаем. Бутончики убираем. Это желтая вьющая розочка. Вот она первые два года растет очень так, это медленно плеть, значит, дают. Тем более нужно убирать, чтобы выгнать ее по максимуму. Первый год. Вот. Все бутончики убираем. После того, как цветы уже все срезаны, бутоны тоже срезаны, нужно будет порыхлить хорошо и подкормить, и полить. Вот. И следить, чтобы земелька постоянно была рыхлая, чтобы корни дышали, тогда розочка будет лучше расти, быстрее выгоняться куст. И вот. Продолжение следует...